В своем докладе глава Коголыма Николай Пальчиков отметил 2018 год охарактеризован устойчивым социально-экономическим развитием города. Построено почти 6000 квадратных метров жилья. Из аварийных домов переселены более 70 семей. Обеспечена стабильная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса. По-прежнему актуальным остается вопрос обучения детей во вторую смену. Для улучшения ситуации в сфере образования запланировано строительство двух школ на 2250 мест и детского сада на 320 мест. Кроме того, начаты мероприятия по проектированию регионального центра спортивной подготовки в городе Коголыме. Численность занимающихся физической культурой и спортом выросла на 5% и составила 23 261 человек. Наталья Комарова и Николай Пальчиков обсудили также актуальный вопрос уборки снега. Глава Коголыма отметил, на улицах работает вся снегоуборочная техника. Мы заключили два контракта с подрядной организацией «Экотехсервис» и выделили 2,3 миллиона рублей. Здесь у нас работает 5 самосвалов и дополнительно фронтальный погрузчик. Также у нас провели работу с городскими предприятиями, как ЮТЭК Коголым, Конциспан, Горводоканал и УПТК. Они оказывают содействие практически вывезу снега. Мы провели встречу с руководством общества «Лукоил Западная Сибирь» и они нам планируют выделить дополнительную самосвальную технику и фронтальных погрузчиков. В ходе встречи глава Покачей отметил, что в этом году в городе завершена кампания по расселению людей из аварийного и непригодного жилья. Что касается развития, в 2018 году было завершено строительство квартирного дома на 66 квартир. И это строительство способствовало тому, что кроме волочного фонда еще полностью ликвидирован и аварийный, и ветхий фонд. Глава Лангипаса Борис Сурцев акцентировал внимание на вопросах, связанных с гос- и муниципальной поддержкой, обеспечением жильем, дольщиками, которые пострадали от недобросовестных инвесторов. В прошлом году мы уже из реестра дольщиков дом один построили, и там 16 дольщиков из реестра выпали. Как мы не выпали, мы их решили вопрос. А в этом году еще до конца полугодия, до середины года, еще один дом, 17 дольщиков, которые в реестре стоят, они будут решены. В беседе с главой города Радужиной Натальей Гулиной губернатор отметила, что несмотря на компактность и небольшую численность населения, необходимо оснастить свой кванториум, который с завидной регулярностью появляется в округе. Департамент образования региона готов содействовать и в подготовке документов, и в консультационной помощи. До конца апреля глава округа планирует провести подобные встречи со всеми градоначальниками югорских городов. На следующей неделе ее ждут в Югорске. Алина Шаталкина, Николай Сапожников, специально для новостей.